Россию атакует сибирская язва. Болезнь серьезная, летальность тоже достаточно высокая, но при кожной, который 98%, там 1-2% небольшой. А вот легочная и желудочно-кишечная форма, которая всего составляет 2%, там, конечно, серьезная летальность. Но если своевременно человек попадает в стационар, то результат хороший. Чем пахнет химия? Новые дороги Татарстана. Там, где эта трасса проходит рядом с населенными пунктами, конечно, эти жители будут недовольны. Но при этом, конечно, государство должно внести ряд компенсирующих мероприятий, предоставить лучшую территорию, озеленить территорию, создать различные шумовые барьеры. Как наказывали в древности. Всем привет! В эфире универниуса, в студии Адалина Абдрахманова. В России выявили новые случаи заражения сибирской язвой. В Воронежской области введен режим чрезвычайной ситуации. Что стало причиной вспышки и что представляет из себя болезнь, узнаете в следующем сюжете. Острое инфекционное заболевание, которое снова атакует мирное население. Болезнь долгие годы находилась в спящей фазе, но в 2023 году заболевание перешло в активную атаку. В России снова выявили случай заражения сибирской язвой. Первый случай был зафиксирован в республике Чувашия. Тогда жители региона заболели после забоя зараженного сибирской язвой бычка. Очаги заболевания удалось быстро локализовать. Следующую вспышку инфекции зафиксировали в июне. 24-летний мужчина из республики Тыва был госпитализирован. Он был в гостях на Чубанской стоянке, где еще с тремя людьми сварил и съел лошадь. Ее забили после внезапных судорог и отеков. К 5 июля инфекция подтвердилась у четверых человек. Сибирская язва – это особо опасное инфекционное заболевание сельскохозяйственных и диких животных всех видов, которым могут тяжело болеть люди. Сибирская язва может протекать в кожной или генерализованной форме, то есть охватывать все органы человека. При генерализованной форме возможна летальность до 100% при отсутствии лечения. Сибирская язва – это очень опасное инфекционное заболевание, но оно все-таки редко встречается. Вызывается эта сибирская язва палочкой сибирьязвенной бациллой антрацис. В основном источником заражения, резервуаром этой инфекции является почва. В почве в больных животных находится эта палочка. Большой опасностью являются скотомогильники. Сибирская язва не передается от человека к человеку. Люди могут заразиться сибирской язвой от животных и продуктов животного происхождения при забое домашнего скота или во время охоты, разделке туши, приготовлении пищи, поедании зараженного мяса с недостаточной термической обработкой. У человека в 95% случаев сибирская язва протекает в кожной форме. Болезнь начинается с лихорадки. На коже в месте проникновения микроба образуются язвы. Реже болезнь может протекать в генерализованной легочной или кишечной форме. В первом случае симптомами будут боли в груди, отдышка, пневмония. Во втором – понос, рвота и метеоризм. Болезнь протекает быстро и остро. По информации Роспотребнадзора, при генерализованной форме больные при отсутствии лечения погибают через 2-3 дня при явлениях инфекционно-токсического шока. Болезнь серьезная. Летальность тоже достаточно высокая. Но при кожной, который 98%, там 1-2% небольшой. А вот легочная и желудочно-кишечная формы, которые всего составляют 2%, там, конечно, серьезная летальность. Но если своевременно человек попадает в стационар, ему начинают лечение, иммуноглобулинов идут, детоксикционную терапию, то результат хороший. Время от момента заражения до первых клинических проявлений составляет чаще от 1 до 3 дней. Может затягиваться до 7-14 дней или сокращаться до нескольких часов. Клиническая картина заболевания зависит от того, каким образом произошло инфицирование. При заражении сибирской язвы необходима госпитализация в стационар, независимо от формы заболевания. Такой человек лечится только в стационаре. Вообще сибирская язва лечится исключительно в стационаре. Дается специальный иммуноглобулин сибириязвенный. Успешно применяются антибиотики. Но в профилактике, конечно, ведущее значение ведется вакцинация. Вакцинация и животных, и группы риска, так называемые. Это люди, которые занимаются скотоводчеством, охотой, которые связаны с таким видом деятельности. Поскольку источником заражения для человека всегда становится животное, нужно следить за состоянием домашнего скота и при первых симптомах обращаться к ветеринару. А при уходе за животным и работе со шкурами надевать маски. Специалисты не рекомендуют покупать мясо и иные продукты животноводства в непроверенных местах. Каждый продавец должен иметь сертификат от ветеринара, подтверждающий, что животное не имело признаков сибирской язвы. Аделина Абдрахманова, Александр Кузнецов, Универниус. Ученые Казанского федерального университета научились предсказывать параметры испарения химических веществ. Чем это может быть полезно, выясняла Маргарита Михайлова. Почему вода кипит при 100 градусах, а растительное масло при 160? Казалось бы, многим ответ покажется совершенно очевидным. Однако на деле этот вопрос до конца не изучен. По сути, процесс перехода воды из жидкого состояния в газообразное – пар – рассматривается в термодинамике уже более века. Ученые Казанского федерального университета в настоящий момент работают над исследованием фазового перехода органических веществ. Команда из четырех студентов и двух аспирантов уже смогла достичь результатов, изменивших представление мирового научного сообщества о некоторых значимых аспектах этой области. Мы уже в течение восьми лет исследуем термодинамику фазовых переходов органических неэлектролитов. В принципе, на кафедре физической химии эти исследования начались еще раньше. И мы сочетаем экспериментальные методы термодинамики фазовых переходов с идеями и, опять-таки, экспериментальными методами термодинамики растворов. На базе лаборатории ведется серия исследований. Носят они прежде всего фундаментальный характер. Сейчас исследователи научились предсказывать параметры испарения химических веществ. В своем подходе они делают акцент на физическом смысле используемых моделей – выявлении закономерностей. Нужно это как минимум для того, чтобы упростить работу коллегам. Иногда при необходимости рассчитать параметры химических веществ приходится на протяжении нескольких месяцев проводить эксперименты, тратить на это время и деньги. Также использование метода предсказания может значительно удешевить производство. К примеру, тех же мониторов. Сейчас всего около 40% дисплеев производится на основе органических веществ. Для эффективного использования таких материалов необходимо понимать их характеристики. В принципе, цель у нас такая, что предсказания действительно можно было выполнить на бумаге, буквально. Буквально посчитать с калькулятором на бумаге по структуре молекулы. Конечно, часть расчетов можно проводить и на компьютере, как-то автоматизировать эти процессы. Часть, наиболее сложные какие-то физические явления у нас можно предсказывать гибридно. Отметим, что результаты исследования представлены в журнале Journal of Molecular Liquids. Сами исследования ведутся при поддержке грантов Российского научного фонда, а также программой «Приоритет-2030». Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов. Универ-Ньюс. Мост через Каму на трассе М7 «Волга» планируют создать в конце 2024 года. О реализации такого масштабного проекта и его особенностях расскажет наш корреспондент Карина Саяхова. Накануне стало известно об изменении сроков сдачи нашумевшего моста через Каму. На деловом понедельнике глава Нижнекамского района Рамиль Мулин сообщил, что работа будет выстраиваться таким образом, чтобы к моменту сдачи дороги в 2024 году он уже заработал. Ранее речь шла о 2025 году. Для того, чтобы углубиться в сам проект, необходимо вспомнить историю вопроса. Впервые о строительстве трассы в обход Нижнекамской набережных Челнов начали говорить еще в далеком 2014 году. С того времени обсуждения перешли в разряд активных действий. Строительство моста разделено на три этапа, причем самый длинный маршрут приходится именно на третий этап и составляет 34 километра. Он начинается на пересечении с региональной дорогой набережной Челны Альмитевск в Кузаинском районе и заканчивается возле поселка Сосновый Бор в Тукаевском районе. На сегодняшний день М7 заходит непосредственно в набережные Челны, через ГЭС, если я не ошибаюсь, над Волгой проходит. И, собственно, в Челнах уже на объездной дороге очень часто бывают пробки. И власти хотят улучшить положение с точки зрения пропускной способности, чтобы она стала более транзитной, чтобы большегрузы не заезжали в крупные города. То есть над Казани, например, есть объездная М7, то есть все не заезжают непосредственно в город, не создают пробки, не улучшают экологию в городе. Следовательно, это строится отдельный мост, который будет таким по большей степени транзитным для больших грузов, которые будут везти грузы не только в Татарстан, но и по всей из всех регионах России, где Татарстан является транзитной территорией. По словам начальника Волга, Вятск, Курправдора и Лдара Менгазова, изначально мостовой переход должен был быть у села Соколка. Однако этот вариант оказался сложным в реализации и дорогостоящим. Окончательное решение властей – комплекс инженерных сооружений в районе Котловки рядом с Нижнекамском. Мост длиной 1,3 км возведут на участке трассы М7. Длина русловой части моста – 792 метра. Высота русловых опор – 50 метров. Пролетное строение левобережной эстакады, длина которой 510 метров, будут выполнены из сборных железобетонных балок русловой части из металла. Предусмотрено освещение и навигационная судоходная сигнализация. Под эстакадой на правом берегу реки будет спланирован и укреплен оползневой склон. Уникальность, я думаю, в том, что через Волгу в территории Татарстана, по крайней мере, нет подобного рода мостов с вантовыми конструкциями, с большими мачтами. Это, конечно, станет таким украшением и реки Волга, и, собственно, Татарстана. Главная особенность подобного рода мостов – что уменьшается количество опор, которые будут устанавливаться на плоскости, на дно реки. Помимо общих вопросов, сомнений и возражений, обывателя волнует страдающая природа. По словам экспертов, в Нижнекамске с экологией и так проблемы, а тут еще рядом с городом пройдет скоростная транзитная автострада, которая должна стать частью трансконтинентального транспортного коридора Европа-Западный Китай. Корабельная роща рядом с селом Нижняя Афанасово, через которую пройдет трасса – это единственный крупный лесной массив рядом с нефтехимической столицей Татарстана. Жители Нижнекамского района требуют отказаться от прокладки трассы близ котловки в пользу села Соколка. Там, где эта трасса проходит рядом с населенными пунктами, конечно, эти жители будут недовольны. Но при этом, конечно, государство должно нести ряд компенсирующих мероприятий, предоставить лучшую территорию, озеленить территорию, создать различные шумовые барьеры от этой трассы. Крупный массив, где своя устойчивая экосистема, где, наверное, обитают лесные жители. В этом плане в Татарстане, насколько я знаю, нет еще подобных вариантов, где были построены баякодуки, через которые могли бы животные спокойно через зеленые коридоры, либо подземные, либо надземные, спокойно перемещаться, чтобы не нарушать хотя бы в этом плане экосистему. На сегодняшний день, несмотря на довольно большое количество споров, ясным остается то, что мост через Каму – это уникальное для республики Татарстан сооружение, а ведь подобного еще не строили. Карина Саяхова, Фарид Захитуглы, Универньюс. Из рядовой курсовой в масштабный научный проект. Именно так можно описать исследования заведующего кафедрой археологии и всеобщей истории Института международных отношений Эдуарда Рунга. Подробнее в следующем сюжете. Правовая система Персидской империи Ахименидов. Так называется научный проект реализованной командой Института международных отношений во главе с заведующим кафедрой археологии и всеобщей истории Эдуардом Рунгом. Он посвящен выявлению особенностей функционирования правовой системы Персидской империи Ахименидов в VI-IV веке до н.э. По словам Эдуарда Рунга, отправной точкой для реализации проекта стала курсовая работа первокурсницы, ныне исполнителя проекта Алины Исаковой. В процессе совместной работы для всех сразу стало ясно. Тема интересна и актуальна, как никогда. Ведь историческая интерпретация как древневосточных, так и античных свидетельств позволит пролить свет на правовую систему в целом. На самом деле очень нечасто. Курсовая работа, причем на самом начальном еще уровне, может стать основой для такого довольно большого проекта, который будет поддержан финансово и таким престижным грантом, как грант Российского научного фонда. Но в данном случае у нас это получилось. В ходе обсуждения были сформированы основные цели, задачи проекта, направления расписаны. Исследования базируются на соотношении божественного права и царского права возрождения и развития правовой системы в Ахименицкой империи. Выявления специфики судебной системы предприняты на основе изучения института царских судей, их роли, а также полномочий в Ахименицкой империи. Ну и, наконец, ключевое – изучение правоприменителя практики на территории персидской державы посредством характеристики известных политических судебных процессов в державе Ахименидов. Проект, скорее, даже междисциплинарный характер носит, потому что он реализуется на стыке исторической и юридической науки. Поскольку понятно, что изучением права, конечно, занимается юридическая наука, но здесь речь идет об истории права, причем рассматривается история права, скорее, с исторических каких-то ракурсов, а не с юридических. Вот в этом как бы тоже есть такая интересная оригинальность самого проекта. Российский научный фонд поддержал данный проект и выделил финансирование для его реализации. Дальнейшая работа рассчитана на два года, а в конечном итоге будет предложена модель, которая сможет продемонстрировать функционирование правовой системы империи Ахименидов. Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Универньюс. На этом все. В студии была Аделина Абдрахманова. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!